всем здрасте друзья мы продолжаем погружаться в дебри отечественного локомотива строения в прошлый раз мы удивились на паровоз а сейчас на очереди электровоз серии vl 23 машина крайне неоднозначное имеющие в некотором роде даже медицинско-детективную составляющую ну погналы конечно в 23 появился на свет не просто так а как замена выпускавшемуся на тот момент ветерану vl 22 м конструктивно 22 является развитием еще сурамской серии начала 30-х родоначальником который послужили американские машины серии с к 50-м годам vl 22 имел уже серьезные недостатки архаичные тележки с брусковыми рамами и унылой системы их смазки а также быстрое падение силы тяги с увеличением скорости движения возможно поэтому на урале они получили кличку муфлон поэтому светлые новочеркасские головы к 1954 году сконструировали эскизный проект новые машины ну как новый в некотором роде ее можно назвать в 8 на минималках например от восьмерки vl 23 позаимствовал колесно-моторный блок и мотор вентиляторы а компрессоры отдельные электрихистские цепи и даже брусковые тележки были скопированы или переработаны от старичка vl 22 м более перспективными конечно были бы телеги с литыми рамами как на vl 8 но не вскак водится не стал заморачиваться зимой начало 56 года завод выкатил из ворот два новеньких блестящих краской электровоза vl 2300 1 и vl 2300 2 внешне машины получились вполне годными в праздничных сине-бежевых тонах с модными гофрами на передках и всякими накладными винтиклюшками по старинке несмотря на автосцепки чуваки закрепили буфера на пути очистителях машина уже традиционно была избавлена от переходных площадок что позволяло более полно использовать площадь кузова а кабина первоначально выглядела так обратите внимание на люто древний локомотивный светофор зато локи были с рекуперацией вот руководка для электрического торможения раз уж аппарат построили надо бы испытать провались совсем ну давай чё покатали машина на щербе а затем 002 электровоз передали на южноуральскую дорогу где на скорости сравнивали его с пресловутым vl 22 м ежу понятно что vl 23 оказался круче хотя электровоз более охотно срывался в боксовании а еще вилел как хвост собакой при движении свыше 70 километров в час пораскинув мозгами нефс в пятьдесят восьмом году строит еще две машины 003 и 004 главное отличие отказ от рекуперативного торможения получается верхняя рукоятка стал отвечать только за шунты а еще с лобовой части кузова исчезли гофры делавший аппарат намного привлекательнее несколько изменили подвешивание кузова и схему набора позиций в таком виде завод продолжал выпускать электровозы до 1961 года понемногу внося изменения в конструкцию например с 435 машина появился малый компрессор для подъема тока приемника это получается до этого воздух его цепь качали вручную жесть на поздних номерах появились ребра жесткости на боковых стенках кабины а еще был увеличен объем песочных бункеров при этом нефс несмотря на первоначальное желание пофиксить тележки так это и не сделал вплоть до конца выпуска вл-23 рама телег оставались брусковыми что разумеется при движении на скорости разрушала путь а теперь немного детектива всего было выпущено 489 электровозов этой серии при этом последней выпущенной было 487 машина вопрос куда деле 488 и 489 оказывается нефс решил поглумиться над джентльменами ценящими стройные числовые ряды и в 1958 году запилил электровозы с номерами 500 и 501 и это в то время когда на стапелях стояли еще двузначные локи дело в том что идея рекуперации не оставляла инженеров завода несмотря и вопреки они решили еще раз попробовать осуществить эту идею и выпустили вот эти две машины при этом возникла столь вопиющая путаница в нумерации не стоит упоминать о перебитых номерах это и так понятно но вот еще деталь в поздние годы эксплуатации электровозов из них стали делать сцепы двух а в ряде случаев даже трех секционные при этом радикально менялись номера машин например вот 2 вл 23 27 но по факту тут представлены электровозы с номерами 0 48 и 171 а 3 секция вообще жесть можно представить сколько времени и сил требовалось локомотивной бригаде чтобы принять такую дуру переделанных двух секционный вариант мы насчитали не менее 83 сплоток а трех секционных 12 сцепов до в энциклопедии под словом путаница следует поместить фото вл-23 шайса но давайте узнаем каково было работать на этих машинах обратимся за помощью к журналу лакотранс номер 6 за 1996 год и начнем с хорошего как отмечают специалист электровоз был поистине универсальный и в грузовом и в пассажирском движении и в подталкивании и даже на маневрах везде 23 поспел отмечается что например тринадцати тысячный 5 километровый подъем в 23 в одной секции преодолевали с поездами весом до четырех с половиной тысяч тонн а с цепами вообще можно было увести любой поезд в пассажирской работе машина очень плавно разгоняла состав почти без рывков в отличие от последующих вл-10 несомненным плюсом стала однотипность аппаратов электровоза на всех номерах что позволяло проще ориентироваться по схеме и быстрее устранять неисправности сама конструкция была довольно проста в частности полностью открыта экипажная часть это значительно облегчало ее осмотр и ремонт удачно скомпонованная песочная система которая легко чистилась помощником при набивании в трубы снега начинающиеся боксование легко гасилось своевременной подачи песка в целом электровоз был очень надежен в эксплуатации и просто обслуживание вместе с тем локомотивные бригады несмотря на эти ништяки с радостью быстро и решительно стремились перейти на вл-10 когда те стали появляться в депо в чем же причина тот же журнал локотранс дает ответ и на этот вопрос кабина и механическая часть вот где собака порылась про кабину мы уже немного слышали от бывшего машиниста доктора снаута в трейлере на этот фильм кто не смотрел гляньте помните учелы часто горели ботинки на печке в чем же причина мы процитируем отсутствие тамбура между кабиной и машинным отделением приводило к тому что при включенных мотор вентиляторах помощнику машиниста сифонило в спину через неплотности чисто символической фанерной дверки он включал печки спустя какое-то время кабина неравномерно нагревалась машинист начинал обливаться потом и открывал боковое окно после короткой словесной перепалки печки выключались и температурный маятник качался в сторону замерзания помощника при этом крайне неудачное расположение дополнительных ножных электропечей приводило к тому что через 30-40 минут их работы локомотивная бригада рисковала расплавить подошву своих ботинок были и обморожение рассказывали что один из машинистов приехал из поездки с признаками обморожения кожи на левом колене который прислонял к металлическому кожуху контроллера а ведь на нем было двое штанов кроме температурных качелей бригаде доставлял грохот компрессоров и вой мотор вентиляторов поскольку задняя стенка кабины с шумоизоляции знакома не было но самый приколюха состояла в индуктивных шунтах также расположенных за кабиной позади машиниста что такое индуктивный шут по сути это большая высоковольтная катушка сердечником так вот эти адские машины работали как мощный электромагнит создавая такое магнитное поле которое могло удержать на задней стенке кабины молоток и другие не менее суровые металлические предметы но если молоток против таких упражнений ничего не имел то с организмом все было печальнее при сильном магнетизме происходит электролиз крови и изменение ее химического состава в том числе повышение вероятности тромбообразования машинисты нередко маялись головными болями а в худшем случае приобретали хронические болезни кстати врачи проводя исследование влияние магнитных полей в том числе от магнитных бурь на человека отмечали в частности изменение характера энцефалограмма мозга да уж вроде и гнетронов ртутных нет а вот поди ж ты какая незадача какой-то медицинский электровоз уродливые по 20 по степени заботы о здоровье на этом фоне просто пляже флориды второй глобальный недостаток ходовка жесткий ход машин отмечали все без исключения нередко кузов на скорости просто ходил ходуном как старые консервные банка и бригаде приходилось отходить к центру кабины чтобы не стукаться боковые стенки и конечно как мы уже упоминали неподресторенные элементы экипажной части негативно воздействовали на путь радую путейцев поэтому железнодорожники метко прозвали машины утюгами в то же время машиниста работавший на в 23 были настоящими виртуозами особенно грузовики требовалось отличное знание профиля например на таком сложном участке как ленинград кузнечная в противном случае растянуться тяжелым поездом на подъеме а то и просто поломать электровоз было почти неизбежно наши герои работали на очень многих дорогах электрифицированных постоянным током в том числе московской томской донецкой приднепровской и так далее очень много машин было приписано к депо ховрина и кандалакша шли годы шло обновление парка и некогда самые надежные машины заменялись на так называемую новую технику примерно до середины 90-х годов электровозы еще трудились в различных видах движения но уже массово исключались из инвентаря в этой связи интерес представляет заметка в журнале локомотив от декабря 1997 года ушел последний вел 23 ниже как обычно строился работал все круто зритель аплодирует мадам восхищение и дескать последний вел за номером 501 покинуто чеховрина отбывка месту вечной стоянки в музейку круто конечно но видимо чтобы враг не догадался в заметке написано о 501 построенного электровозе надо же а кроме того почему последний 23 выл продолжали ездить и после 97 года о чем зритель сможет узнать ниже в общем журнал надо быть повнимательнее публикуя исторические материалы ладно спишем это на наследие царского режима джентльмен спросят так что там павел 23 можно наблюдать сейчас для ответа на этот вопрос нам пришлось несколько дней изучать ресурс трейнпикс и не только и вот что мы выяснили 2020 году в работе числились не менее двух машин одна из которых 243 еще восемьдесят девятом году была передана в челябинское рудоуправление локомотив был замечен в работе даже в марте двадцатого года второй действующий электровоз 419 прекрасный аппарат трудящийся в тече орел а самое главное участник покатушек на станции щербинка в музеях и на постаментах насчитывается целых шесть локомотивов номера 001 131 401 440 456 и уже знакомый нам 501 электровозы увы ни один музейный лог не является рабочим более того даже казалось бы реставрирует технику не обошлось без ляпов например был 23 001 после реставрации для музея на балтийском вокзале неожиданно обрел бежевый наметельник правда потом его перекрасили в синий но розетки сме смонтированные гораздо позже так и не удосужились убрать следующий музейный вл-23 131 находится в московском музее и окрашен в обычный зеленый цвет 3 401 расположен на площадке самарского университета интересно что настоящий номер машины 297 4 вл-23 440 весьма интересный экспонат стоит он в депо кандалакша в виде памятника вместе с вл-19 вот так выглядели агрегаты в 2009 году а вот фото 2010 года надо же как преобразились машины опрятные с правильным светом от софитов и самое интересное освещение кабин и рабочие буферники с прожектором более того вл-19 была восстановлена даже кабина просто нет слов вопрос нашим зрителям что мешает другие локомотивы памятники привести к подобному состоянию 5 электровоз 456 красивый номер который был установлен на вечную стоянку в тече ховрина между прочим последний вл-23 тече ховрина выходивший на линию но состояние машины на фото знакомо до боли заваренные окна облезающие бока постамет заросший травой но вдруг в 2012 году неожиданно электровозы обещают новую жизнь машину перевели в депо москва октябрьская для ремонта и последующего размещения внутри кузова музея депо ховрина причем электровоз начали устанавливать на средства локомотивных бригад тече х1 вот фото с реставрации апрель 13 года а это кабина ободрали как собаку сентябрь 13 года вот что-то уже вырисовывается октябрь 13 года лампочки светят к несчастью зачем-то реставраторы наварили на кабину дополнительные гофры которые были только у первых двух машин тем самым была нарушена историческая достоверность вопрос нафига при этом отдельные элементы конструкции восстановлены очень достойно март 15 года уже светятся буферники и освещение ходовых частей однако буферные тарелки по ходу от пассажирского вагона прикрутили но вот незадача кроме этих ход больше в сети ничего про 456 машину мы найти не сумели может зрители в курсе завершились ли реставрационные работы и как да ну и шестой электровоз и знакомый нам 501 машина увидеть сейчас ее можно в новосибирском музее железнодорожного транспорта еще можно отметить локомотивы 069 и 477 оба они стоят на базах запаса первые на станции дружинина вот вам фото электровоза и вот фотокабины 477 под питером на базе запаса лебяжья состояние агрегата не очень хотя еще недавно выглядел вот так ну что друзья получается не менее 10 электровозов серии vl 23 все еще в этом мире почти пять процентов однако несмотря на неплохие цифры мы убеждены в том что необходимо восстановить хотя бы два электровоза те что на базах запаса до ходового состояния тем более что это вполне возможно пусть бегают по праздникам с ретро поездами это было бы по-настоящему да и ретро вагона не мешало бы подбирать сообразной эпохи и красить в исторически правильные цвета известно что при мпс окрасу вагонов уделялось большое внимание и тем более фирменных поездов помните что каждый фирменный поезд имел свое уникальное цветовое решение например вятка или волга или прекрасный поездок с ламповым названием полярной он интересен еще и тем что тоже работал на октябрьской дороге как и большинство vl 23 и знаете что полярный был в числе четырех самых лучших фирменных поездов этой дороги наряду с такими титанами как красная стрела юности арктика увы фирму сохранившую свой оригинальный окрас можно пересчитать по пальцам но зато до сих пор можно увидеть вживую и даже прикупить себе вагоны поезда полярный именно в том правильном окрасе и пусть это модели вагонов но выпускается они авторитетными мастерами модельной индустрии компании евротрейн евротрейн единственный в россии производитель советских и российских моделей железных дорог в самом популярном масштабе 1 к 87 более того эта компания сумела объединить под одним брендом и макетную студию и сеть магазинов для моделистов а также производство масштабных железнодорожных моделей в том числе по специальным заказам говоря пассажирских вагонах мы можем найти в каталоге евротрейна и аминдорфы и вагоны производства ссср типа квз или cmv 66 а также вагон ресторан и багажный вагон при этом все они имеют разные тележки разные корпуса разный интерьер разные подвесное оборудование все согласно оригинальным прототипом и вот поезд полярный номер 49 50 сообщение мурманск ленинград привет паши технику считалось что этот поезд самый быстрый из мурманских откуда он отправлялся ежедневно 8 40 а прибывал в ленинград на следующий день в 1220 по уровню сервиса поляр также было в топе его даже называли северная красная стрела по воспоминаниям современников поездка с этим поездом было настоящим праздником надо полагать не в последнюю очередь благодаря вагону ресторана предлагавшему изумительные национальные мурманские блюда например рыбные палтус семга треска или мясные оленина вагонах ковры и фирменные занавесочки всякие салфетки фотографии на стенах в рамочках и вот он набор из четырех плацкартных пассажирских вагонов в масштабе 1 к 87 выпускаемые компанией евротрейн как видим модели окрашены в благородный темно-вишневый цвет на кузове нанесено название поезда полярной а также номера вагонов евротрейн отличает внимание к мелочам каждый вагон имеет свой оригинальный номер это относится и как раз у моделей безупречному и исторически достоверному отлично воспроизведено подвагонное оборудование ящики а б генераторы тормозные приборы тележки особая гордость как обычно металлические колесные пары и прекрасной детализации вагон на таких тележках катится как солнечный круг по небосводу а это всякие полезные запчасти если покупатель захочет произвести апгрейд один набор четыре отличных вагона каждый из которых что твоя жемчужина чтобы джентльмен понимал маршруту полярный ходил 60-х по 90-е годы и комплектовался вначале вагонами калининского завода а позже немецкими амендорфами статус поезда подчеркивали и электровозы которые обслуживали состав их тоже красили в фирменные цвета вот фото с вл-19 а вот вл-10 который также работал с полярным мы не нашли сведений о том выдавались ли под этот поезд вл-23 может кто-то знает или помнит но даже если нет такие раритеты как вл-19 обслуживающие эту фирму этот топ кстати вл-19 в том числе окрашенный под полярный компания евротрейн также реализует населению желающие могут пройти по ссылке под видео и убедиться в этом сами а еще лучше заказать себе любимому или близкому человеку целый поезд полярный из четырех вагонов и электровозов вл-19 это же сколько радости у человека будет сделать заказ можно из любой точки где есть выход в интернет что джентльмен не хочет через интернет окей евротрейн располагает магазинами и в москве и питере столицы у станции метро трубная и маяковская а в городе на неве у метро технологический институт и там и там лампово приходите и выбирайте а еще у евротрейна есть группа ввк ссылка также будет в описании ну что друзья товарищи подведем итоги вл-23 безусловно эпохальная машина один из символов железных дорог советского союза общий итог работы этих электровозов впечатляет суммарный пробег вл-23 составил вдумайтесь один миллиард сто семьдесят четыре миллиона километров до сатурна меньше расстояние а грузооборот три с половиной триллиона тонн но и локомотивные бригады здоровья на этих машинах оставляли немало такая вот диалектика а вы дорогие друзья хотели бы сами поработать на вл-23 напишите в комментах пожалуйста заходите на наши железнодорожные стримы подписывайтесь на группу ввк и в instagram там много отличных фотографий и роликов и подписку на канал еще проверьте прям не знаю да и ролик оценить надо всем спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео